Всем привет! Средний сегмент игровых процессоров сейчас переполнен как никогда раньше. Хочешь возьми себе Ryzen 5 3600? Хочешь возьми 2600? Хочешь посмотри на Ryzen 1600? О, а у нас еще есть обрубки в виде Ryzen 5 2400. В общем выбора хватает, и AMD решила дополнить свою линейку еще одним процессором Ryzen 3 3300X. Его сильной стороной стала новая архитектура Zen 2 и наличие всех 4-ядер на одном CCX, что благоприятно сказывается на его производительности. А пока астрологи гадают сколько ядер нужно играм, предлагаю вам посмотреть на что этот камень способен в сравнении с Ryzen 5 3600 и его младшим братом Ryzen 5 2600. Оба процессора имеют превосходные 6 ядер и 12 потоков, и уже очень крепко засели в сердцах многих людей. Обычно к процессорам Ryzen 3 приглядывали совсем бюджетные геймеры или пользователи Microsoft Office, так как эти процессоры показывали неплохие результаты, но до звания «игровой процессор» им всегда было далеко. Но переход на архитектуру Zen 2 принес много плюсов. Например, новый Ryzen 3 3300X получил 16 мегабайт L3 кэша. Ryzen 5 2600 имеет точно такое же количество. Для сравнения, у прошлых третьих Ryzen было по 8 мегабайт кэша. И сейчас на рынке вырисовывается очень интересная картина. С одной стороны, старые Ryzen 5 имеют по 6 ядер и условно неплохую частоту, а с другой стороны, эти ядра сделаны на старой архитектуре, в то время как Ryzen 3 3300X это уже Zen 2. Да и из коробки он может бустить все ядра до 4,3 ГГц, когда Ryzen 5 2600 может похвастаться только бустом до 3,9 ГГц. Правда, Ryzen можно разогнать, но большинство людей хочет ставить процессор и забыть. В общем, в этом видео я хочу разобраться, есть ли смысл платить за дополнительные 2 ядра и брать старое поколение на старой архитектуре, а также насколько большой будет прирост, если заплатить за 2 ядра Ryzen 5 3600. Ну а перед тем, как перейти к тестам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас-то секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, тестовый стенд я собирал самый топовый, чтобы не было упора в какую-то из комплектующих. Материнская платой служила Gigabyte X570 Aorus Pro. Оперативная память стояла с двумя планками по 8 ГБ Corsair Vengeance RGB Pro, которые работали на частоте 3600 МГц. Видеокартой служила RTX 2080 Super от компании Gigabyte с небольшим заводским разгоном. Все три процессора работали на своих родных частотах. Тесты проводились в Full HD при максимальных настройках графики. И от первой игры Assassin's Creed Odyssey у многих, наверное, отвиснет челюсть. Ryzen 3 3300X не только уделал старенький 2600, но и обошел по среднему кадру Ryzen 5 3600. Однако проиграл по очень редким событиям. Выходит, что нет никакого смысла переплачивать за 6 ядер? Или все-таки все ядра на одном CCX решают? Давайте разберемся в этом следующей игре Metro Exodus. Здесь расстановка сил стала на свои места, но по-прежнему видно, что Ryzen 3 3300X показывает отличный фреймрейт по сравнению со своим старшим братом. Если посмотреть на графики редких и очень редких событий, то можно углядеть, где количество ядер становится узким местом. В очень редких случаях 6-ядерники отрисовывают чуть больше кадров, но с такими цифрами человеческий глаз вряд ли это заметит. В Hitman'е оба представителя Zen 2 идут на одном уровне, как и в прошлых играх дополнительные ядра дают прирост, но только по очень редким событиям. А вот старенькому Ryzen 5 2600 уж точно туго. Хоть его фреймрейт вполне играбельный, а сократить разницу с Zen 2 можно разгоном, но показатели достаточно сильно отстают от нового Ryzen 3 3300X. А вот в RDR 2 Ryzen 5 2600 чувствует себя более чем уверенно. Да и в целом на всех камнях эта игра показала почти одинаковые результаты. Если что на графиках вы видите средний результат от 5 прогонов, так как на мой взгляд именно 5 прогонов дают понять полную картину. Ведь иногда в очень редких случаях я замечал падение FPS при тесте. И если бы я делал по одному прогону, то какой-то из процессоров мог бы незаслуженно проиграть, а виной тому мог бы стать обыкновенный бах. В Kingdom Come Deliverance результат схожий с прошлой игрой. Разницу можно проглядеть только по очень редким событиям. А в среднем все процессоры показали одно и то же. Как по мне это очень сильный результат для Ryzen 3 3300X. Ведь он не только держится на уровне с 2600 Ryzen, но и спокойно дотягивается до 3600. В PUBG как обычно начинается веселуха. По среднему FPS расстановка сил стоит более менее здрава. Но непонятные человечеству просадки по очень редким событиям навевают на то, чтобы выкинуть эту игру с тестов вообще. Но тут здраво можно увидеть, что новая архитектура достаточно сильно помогла Ryzen 3 3300X. И он хоть и не дотянулся до своего старшего брата, но показал весьма неплохой результат. Ну и последней игрой я затестил Call of Duty Warzone. Тут по редким событиям оба представителя Zen 2 показали равный результат. А Ryzen 3 3300X смог даже выйти победителем по очень редким событиям. Однако по среднему FPS он ближе к 2600. В целом новый Ryzen отлично себя показывает в играх. И на полках магазинов стал еще один конкурент народных 6-ти ядерников. Надолго ли хватит производительности 4-х ядерника неизвестно. Но в текущих играх он показывает себя более чем отлично. При сборке игрового ПК в 2020 году я присмотрелся бы именно к нему. Вместо стареньких Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600. А на этом у меня все. Спасибо кто подписывается на мой канал и ставит лайки. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.